Единый день голосования 2019 остался далеко позади, но есть что обсудить. За круглым столом представители всех политических партий, участвовавших 8 сентября в муниципальных выборах, основных и дополнительных, в субботу разбирали организационные ошибки и недочеты, чтобы исправить их в 2020-м, к которому избирком уже вовсю готовится. По всей Ивановской области более 100 муниципальных образований будет проводить выборы в свои представительные органы. Это масштабные, очень сложные для политических партий выборы, поэтому мы хотим изучить практику участия партий в выборах этого года с расчетом, чтобы разрешить все их проблемы к выборам в 2020 году. В центре обсуждения вопросы выдвижения кандидатов, сроки регистрации, необходимый перечень документов для нее, требования которой должны быть соблюдены, нюансы предвыборной агитации и финансирования. В 2020-м полномочия муниципальных избирательных комиссий перейдут к территориальным или участковым избирательным комиссиям. Этот процесс, конечно, он, я думаю, что он полезен, но в первую очередь и для вас, и для партий, и для кандидатов, потому что, как правило, муниципальные избирательные комиссии у нас участвовали в выборах один раз в пять лет. Вот. Это самостоятельная как бы была структура. Квалификация тоже подвергалась большому сомнению. В 2015-м году мы тоже столкнулись и вы с большими трудностями по организации деятельности этих муниципальных избирательных комиссий, поэтому вот сейчас и все кандидаты, и все партии повезут свои документы в территориальные избирательные комиссии. И все же самих представителей политических движений больше заботят проблемы посерьезней. Те, что на местном уровне не решить. Голосование 2019 показало несовершенство выборной системы. У нас пример яркий – это одномандатный избирательный округ на выбор в городскую думу номер 4, где, в принципе, из 16 избирательных участков на 13 наш кандидат победил. Но вот решающий вопрос с временной пропиской МЧСников, он повернул сход избирательной кампании, в принципе, в другую сторону итогов результата. И получается, что избрали депутата, который, в принципе, никакого… Люди его не избрали, в принципе, проживающие на территории округа. Это говорит о том, что… И мы уже начинаем тоже этот вопрос поднимать, что да, те граждане, которые сегодня проживают на территории Ивановской области, например, города Иваново, но прописаны на других территориях Российской Федерации, имеют право голосовать на выборах президента, на выборы Государственной думы, где-то 50 на 50 на региональных выборах. Но, наверное, таких граждан было бы правильнее лишить все-таки права голоса на муниципальных выборах. Да, потому что, вот как показала практика, 500 человек решили, в принципе, судьбу одного округа в городе Иваново. И жители сегодня имеют того депутата, которого имеют. Честные выборы – это прежде всего наблюдатели. Их на выборах в 2020 году будет в разы больше, после внесения изменений в закон о муниципальных выборах. Со следующего года будет задействован Институт общественных наблюдателей. В единый день голосования Общественная палата Ивановской области, а, возможно, и Российской Федерации, впервые направят наблюдателей на УИКИ. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.